В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. В Пашкортостан во втором квартале 2022 года приехало на заработки более 27 тысяч иностранцев. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исследование опубликовало финэкспертиза на основании миграционной статистики МВД. Всего на республику приходится 1% всех въехавших в Россию трудовых мигрантов. Больше всего в страну прибыло граждан Узбекистана. Полтора миллиона человек. Более 950 тысяч из Таджикистана. Из Армении приехали более 100 тысяч человек. Из Азербайджана 79 тысяч. Также много граждан из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Китая и Молдавии. Я отмечу, что преждевременно еще говорить о том, что рынок наш стабилизировался и он интересен, потому что мы еще не прошли фазу турбулентности. Поэтому ближайший, наверное, следующий квартал прироста особо не будет. Но надо отметить, что все-таки мы перешли до пандемийный период. Авторы исследований отмечают, что в аналогичный период прошлого года границу пересекли более 2 миллионов 300 тысяч трудовых мигрантов, что на треть меньше, чем в этом году. Среди причин, по которым число приезжих возросло, финансовая привлекательность работы в России, а также рост рынка строительства. Аграриям Башкортостана необходимо увеличить парк спецтехники на треть, чтобы вовремя и без потерь проводить уборку урожая. Об этом заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Сейчас в уборочной кампании принимают участие 4000 комбайнов. Это на 120 единиц больше, чем в прошлом году. С начала года аграрии закупили 73 новых зерноуборочных комбайна, однако этого недостаточно. Учитывая то, что в первом квартале, в первом полугодии было сложности с комбайнами, ну вот, а все, что есть на складах, мы сегодня купили. Нагрузка на один комбайн составляет 430 гектаров, с 470 мы уменьшились, но норма 350. Для того, чтобы своевременно мы убирали, нам необходимо в сутки убирать до 100 тысяч гектаров. В сутки на сегодня убираем 55-60 тысяч гектаров. Задача муниципалитетов, уважаемые коллеги, оперативно задействовать наличие всех комбайнов. Старые комбайны с трудом справляются с уборкой и обмолотом урожая, который в этом году составляет в среднем 60 сантиметров с гектара. Такие объемы могут обрабатывать только новые образцы техники. Ранее участники рынка сельхозтехники сообщали, что стоимость на такие машины возросла на 15-20% в иностранной валюте. При этом в рублях в связи с его укреплением стоимость увеличилась не столь сильно. Помимо этого весной усложнились поставки прицепов из стран Европы, а поставки самоходных машин прекратились вовсе. Сейчас российские дилеры ищут производителей спецтехники в Китае, Индии, Турции и Бразилии. И в продолжение темы. Аграрии республики начали с сев озимых культур. В этом году работы запланированы на площади в 500 тысяч гектаров. Озимые засеют ячменем, пшеницей, рапсом, рожью и другими однолетними зерновыми. По словам главы Минсельхоза, республиканские аграрии полностью обеспечены семенами, однако помешать провести работу вовремя может плохая погода. На следующей неделе в Башкортостане ожидаются дожди. В связи с этим принято решение задействовать всю спецтехнику для уборки урожая и посева озимых культур. Напомню, что аграрии республики планируют собрать 4 миллиона тонн зерна, полтора миллиона тонн сахарной свеклы и более 500 тысяч тонн масличных культур. Повторные торги по продаже помещений в здании кинотеатра «Искра» в Уфе признали несостоявшимися, при том, что цена была снижена почти на 10 миллионов рублей до 55 миллионов. Помещение площадью более 1 тысячи квадратных метров пристроя к зданию продавало территориальное управление Росимущества по Башкортостану по поручению регионального управления службы судебных приставов. В нем расположены два кинозала, кафе, холл и подсобные помещения. На недвижимость в августе прошлого года наложили арест по долгам собственника компании «Лира» перед налоговой службой на 350 тысяч рублей. В апреле этого года имущество передали на реализацию. Напомню, кинотеатр «Искра» «Аймакс» закрылся 1 февраля прошлого года на неопределенный срок. Осенью того же года компания «Нивафильм» подала иск о банкротстве «Юниверсал». В итоге компания отсудила у кинотеатра за должность и неустойку в размере свыше 71 тысячи евро. На подготовку к отопительному сезону власти Башкортостана направили 5,5 миллиарда рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве заявила исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова. Готовность коммунальных объектов к зиме на сегодняшний день составляет 71%, по жилищному фонду 69%. Эти показатели соответствуют уровню прошлых лет. В числе передовиков по этой части руководства Ольшеевского, Белебеевского и Буздягского районов самые низкие показатели в Баймаке. Полностью завершить подготовку к отопительному сезону муниципалитеты должны до 15 сентября. До завершения предзимных мероприятий остается полтора месяца. Республика из года в год на достойном уровне осуществляла подготовку к зиме и прихождение отопительного сезона. Заданные темпы позволяют сказать о неснижении заданной планки. Администрации муниципальных образований прошу выдержать сроки, которые установлены распоряжением правительства республики по подготовке к зиме. В срок до 25 августа необходимо утвердить графики заполнения системы отопления химически очищенной водой. В срок до 10 сентября заполнить систему отопления и к 15 сентября быть готовыми к подаче тепла. По данным Минжекаха, в ближайший месяц статуса теплоснабжающих могут лишиться 24 компаний в Семене. Это связано с изменениями в законодательстве организации, на балансе которых имеются сети протяженностью менее 7 километров, лишаются прав владения ими. Власти республики передадут их в арендное пользование. И в Башкортостане возбудили уголовное дело по факту гибели рыбы в реке Узень. Причиной могло стать попадание в воду отходов с ближайшей фермы, сообщает прокуратура республики. Первыми на замор рыбы обратили внимание местные жители. После ряда публикаций в соцсетях и СМИ, башкирская природоохранная прокуратура выехала на место с проверкой. Установлено, что рядом с реками Сакат, Клеулей и Узень, расположенными во Ургазинском районе, общество с ограниченной ответственностью молочной фермы «Урожай» складировало отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота. В результате произошедших дождей отходы попали в указанные водоемы, что привело к их загрязнению и массовой гибели водных биологических ресурсов. По результатам, проведенного специалистами расчета, сумма причиненного ущерба составила свыше 800 тысяч рублей. Расследование находится на контроле прокуратуры. Виновным может грозить штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за полгода, а также обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев. Кроме того, предприятию могут запретить в течение пяти лет заниматься определенными видами деятельности. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.